Дорогие друзья, у нас срочные горячие новости. Прямо-таки молния. По всеми забытому дрифтеру, блогеру и бизнесмену Ярославу Зубкову, наконец-таки назначили судебное заседание, которое состоится 4 июля в 10.30 утра. Только вот там, скорее всего, что прессы Тайгана, желтой прессы Тайгана не будет, карманных блогеров Тайгана не будет, да и официальных СМИ тоже, скорее всего, не будет. Отец виновника ДТП, он же по совместительству крымский магнат Олег Зубков, пытается это событие увести в тень. Ярослав Зубков представитель «Золотой молодежи». Все у Ярослава было хорошо, но была одна тайная страсть. Любил он погонять. Погонять, ну и заодно потыкать в факи камерам, которые регулируют дорожное движение. Точнее, скорость автомобильного транспорта. Ярослав Зубков на своей иномарке врезался в машины, владельцы которых оформляли незначительное ДТП, произошедшее чуть ранее. Погибли три человека, в том числе ребенок. А карманные блогеры, несмотря на запрет Олега Зубкова эту тему не поднимать, всячески пытаются одурачить и ввести их в заблуждение общественность. Так, 21 июня у них на канале появилась информация, не соответствующая действительности. Защитники крымского олигарха Львы Тайгана ВС Бедогорское правосудие в лице некоего Олега Ступина и Ольги Белоносовой оповестили общественность, что представителя потерпевших в скором времени они поменяют. Цитирую. Представителем потерпевшего указана Байрамгулова Алия Айратовна. Это временно до первого заседания. И вот тут возникает очень интересный вопрос. Каким образом эти люди хотят устранить Байрамгулову Алию Айратовну? Физически? Или они договорились с потерпевшими? Иного пути нет. Остановите Зубковский беспредел!